Многодетная семья Тулунчан из девяти человек ждет жилищный сертификат и хотят остаться на малой родине. Сейчас живут на даче. Ранее губернатору Сергея Левченко уже обращались, когда у Романа возникли сложности. До наводнения он не был прописан в доме. Ему оперативно помогли оформить необходимые документы, чтобы он мог претендовать на материальные выплаты. Пришел туда, написал заявление. Где-то через три дня мне звонят и говорят, подойди в прокуратуру. Я пришел в прокуратуру, они сказали, у тебя завтра суд. Я пришел на суд, ну и там народ тоже стоит, кому там земли, кому там тоже насчет прописки получается. Все, там пару часов и мы дело решили. Прием граждан губернатор Сергей Левченко ведет ежедневно. По каждой проблеме вопрос решают в индивидуальном порядке, записывают контакты и адреса. В основном людей интересуют вопросы жилья и обследования пострадавших домов. С учетом того, что домов почти 11 тысяч, этот процесс спланирован до 10 августа по окончанию. Правда, сейчас мы стараемся это дело ужать. Днем осматривают эти все помещения, записывают, что какой там ущерб, делают дефектные ведомости, а по ночам сидят, оформляют, набивают и подписи делают. А на этой неделе с 25 по 28 июля для пострадавших от паводков в Тулане и Нижнеудинске проведут выставку-ярмарку жилья. На выбор людям предложат варианты приобретения квартир, а также проекты индивидуальных и многоквартирных домов. Яна Романова, Новости СЕЙЧАС.